Эта квартира в 33 квадратных метра стала самым большим и долгожданным подарком для 18-летней Аурики Гамовой. Девушка сначала жила со своими опекунами, а когда встретилась с Антоном, решила пора создавать собственную семью. В ноябре у пары родилась дочь София. И пока супруг Аурики служит в рядах российской армии, девушка будет обустраивать новое жильё. Прекрасный подарок, потому что мы снимаем квартиру, на это уходит очень, ну как, тратится много денег. А сейчас эти деньги будут уже идти на ребёнка. Очень рада, что даётся нам сразу и газовая плита, и раковины, и ванны, потому что уже самим не придётся это покупать, остальное просто мебель докупить и всё. Первые пять лет это жильё новосёлам предоставляют по договору социального найма без права продажи. В дальнейшем же они смогут приватизировать его в собственность. Кроме того, на протяжении всего этого времени им будет помогать социальная служба. Вот они заселились, они уже взрослые, две семьи даже уже с детьми, с маленькими. И, конечно, они находятся у нас на социальном сопровождении. Мы их регулярно посещаем, помогаем им. И в том числе и воспитание детей, и как правильно приготовить, и как правильно понянчить. Оказываем материальную помощь. То есть они у нас ещё на сопровождении 2-3 года. Но уже сейчас для каждого в этом доме началась совершенно новая, своя история. И теперь уже они сами будут решать, как взрослые, какие обои им поклеить в коридоре, или как уже в ближайшем будущем улучшить жилищные условия. Я желаю, чтобы вы создали здесь каждый свою семью, чтобы у вас были дети, чтобы вы все жили счастливо, чтобы вы ходили на работу и обживались здесь, развивались ваши семьи. Для юных карачанцев собственное жильё – ответственный шаг во взрослую жизнь. За предыдущие годы 66 жителей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от собственного жилья в новостройках. В этом 2020 году к ним присоединятся ещё семеро. Дарья Гатинцева, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.